Всем привет! С вами Юлия Ульянова. Это коробочка Beauty Insider Magic Box номер 14. И кто со мной настолько долго, что помнит еще вот такой вот дисплей из коробочки с задним фонем? Я решила немножко вспомнить то первое время, когда я снимала видео о таких самых первых в моих коробочках. Надеюсь, что у вас тоже легкую ностальгию у кого-то вызовет. Так, что у меня здесь? Сразу же поясняющие записочки. И сверху у меня ледяной крем для контр-глаз Ice Cold Eye Cream от Kinzoki. Они обещают нам, естественно, вот увеличение разглаживания, чего-то там снимает отечности, все в процентах. Минус столько-то процентов. Уменьшать морщины под глазами на 81%. Берем калькулятор в руки и начинаем замерять морщины, уменьшились они или нет. Очень забавно. Тем не менее, у меня особых проблем каких-то с областью вокруг глаз нет, поэтому меня, наверное, нельзя слушать в отношении средств для области вокруг глаз, которые должны действительно что-то драматически менять. В целом могу сказать, что это хороший крем, который достаточно быстро впитывается. Он приятный. Никаких негативных ощущений вроде жирности, скатываемости, либо какой-то недружбы с косметикой или с праймерами. Такого ничего нет. Это очень хороший крем в этом отношении, но я вообще никакой вот, ну, мега-позитивной перемены от него не заметила. Он не делает хуже, но он не делает особо лучше. Он ничем не отличается от среднестатистического стандартного крема. Надо посмотреть. Он стоит 3190 рублей. Ну, в принципе, за 15 мл, естественно. В принципе, с такого же качества крем можно получить за, ну, наверное, в 2 раза меньше деньги, если на луке где-нибудь поймать что-то со скидкой. Поэтому вот в целом средства от Кинзо, мне кажется, они переоцененные в плане своей эффективности. Но я понимаю, что там человек платит за общую постановку опроса, за красивое оформление, потому что я пробовала, ну, ряд средств. Они все вроде бы нормальные, но они не делают никакой магии. Они как будто бы декоративные. Если у вас проблем особых нет, и вам нужно просто поддерживать то, что у вас есть уже сейчас, просто смотреть на красивые белые эстетичные баночки, то вот Кинзоки – это ваш выбор. В остальном я пришла к выводу в учебный раз, что я этот бренд не совсем понимаю. Массажный лосьон против растяжек с маслом какао – официальное название. У меня здесь 50 мл, в случае достаточно такой хороший классный пробник. И это средство я уже показывала в уходе за кожей тела. Одна из вещей, которые мне очень понравились в этой коробке. Я подумываю о покупке полноразмера, потому что это супер-мега увлажняющий, питательный лосьон-крем. Насчет растяжек. Для того, чтобы понять, помогает это средство от растяжек или нет, нужно в течение достаточно длительного времени это использовать и проходить через тот период, когда растяжки возможны. То есть по поводу этого я сейчас ничего не могу вам сказать. Но это достаточно жирный, супер-мега питательный лосьон. Вот как крем. Наверное, я не называю этого лосьоном, потому что он очень легко распределяется и очень быстро впитывается. Но при этом вы можете успеть сделать массаж. Быстро впитывается в сравнении с другими жирными такими кремами. Они действительно впитываются дольше, чем этот. И мне очень нравятся его ухаживающие свойства. Дальше у меня крем для лица с рисовым экстрактом. Первый раз такое пробую. Это бренд Тан. И вот этот крем мне, кстати, очень понравился. Он прям очень крутой. Мне кажется, что у меня уже здесь ничего не осталось. Даже я его полностью... Нет, что-то есть. Он такой крем-лосьончик на самом деле. Он так легко распределяется, очень хорошо впитывается, практически моментально увлажняет. И у него очень приятный легкий аромат. Я не могу сказать, на что он похож. Он больше фруктово-цветочный. Здесь нет какой-то такой отсылки к рису. Хотя, несмотря на то, что здесь есть экстракт риса, никакой травянистости нет. Я ожидала почему-то, что это будет очень классный крем. Мне действительно очень понравился. Много слов очень. Вот про него могу сказать. Супер. Вот классный, действительно супер. Но он не единственный. То есть такого плана крем тоже может существовать еще в каком-то другом бренде. Поэтому вот он стоит 3300 рублей за 80 миллилитров. В принципе, это круто. 80 миллилитров это не 50. И насколько я понимаю, вот упаковка тоже будет вот такая. Тюбик это огромный плюс для крема. Но вот у них сайт tanspa.ru. Я на тех сайтах, где я обычно заказываю, в магазинах-то у меня тут точно вообще ничего нет. На тех сайтах, на которых я заказываю, я его не видела. Если я где-то увижу, если у меня как-то вот все совпадет с этим кремом, я обязательно купила бы полноразмера. Но без него, так скажем, я не умру. Плакать я без него тоже не буду. Есть много достаточно тоже таких классных, эффективных кремов. Но если у вас будет такая возможность его попробовать оценить, почему бы и нет. Потому что он действительно хорошо увлажняет, сразу же запирает кожу. У меня действительно не со всеми даже увлажняющими кремами хорошие такие отношения. Они не все для меня в достаточной мере увлажняют. А некоторые даже, они не увлажняют, но они кожу еще и жирнят. Вот с этим кремом он очень сбалансированный и действительно хороший. Поэтому, наверное, мне хочется о нем подольше поговорить и обратить на него внимание. Дальше еще вот такая неожиданная вещь. Это интенсивный восстанавливающий шампунь и бальзам Fusion Wella Professionals. Почему неожиданная? Потому что когда я вижу Wella или Schwarzkopf в коробочках, я сразу такая... Ребята, вспоминается вот то время, когда у меня было сзади, это, наверное, 15-й год. Вот такая стена из коробочек. И когда мы попробовали все вот это, и все новинки, которые выходили у Wella, Schwarzkopf, они какие-то были... То они высушивали кожу, то они мне высушивали волосы. И поэтому я изначально была предрасположена к тому, чтобы не любить эти продукты. Вот серьезно вам скажу. Именно поэтому я в шоке того, насколько мне это все понравилось. Вот шампунь Fusion я заказала в полном развере. Он невероятно мягкий, несмотря на то, что мои любимые шампуни, которые обычно мне подходят, они мне нравятся, они гелевые. Этот не гелевый, он такой непрозрачный белый с жемчужным отливом, вы знаете, вот второй тип шампуней таких стандартных. У него очень легкий такой приятный аромат, и после него ощущение, что кожа, головы и волосы, они как будто бы окутны чем-то мягким. То есть такая легкость и свежесть, прикорневой здесь какой-то объем, и ощущение свежести и легкости. И с этим шампунем я чувствую уход и за волосами, и за кожей головы. То есть очень приятное такое нежное, мягкое ощущение именно на коже головы. Я когда описывала его в Телеграм, я несколько раз именно это подчеркивала, что кожа головы себя тоже классно чувствует. Кондиционер я заказывать не стала, потому что уже говорила несколько раз, что кондиционерами в принципе перестала пользоваться. Только до мытья, в рамках обратного мытья головы, когда нужно смыть все лишнее, что у меня было какие-то. Кладочное средство, сухие шампуни, что-то в этом роде. И вот здесь на самом деле интересный кондиционер тем, что его нужно наносить на 30 секунд. То есть я думаю, что минуту, наверное, у нас есть, будем наносить там на 30 секунд, на минуту. Но когда производитель говорит, что мы за 30 секунд готовы вам дать то, что вам нужно для ваших волос, это супер. Естественно, я его попробовала, но сейчас кондиционер, они действительно утешеляют мне волосы. Если я использую кондиционер, а дальше еще масло какое-то ухаживающее, несмываемый уход, то волосы будут грязные очень быстро. Поэтому я от кондиционеров отказалась, еще когда остриглась в первый раз, и волосы у меня были подлиннее. И фишка такая, что когда я отстригла 30 сантиметров, то волосы оживились, и кондиционер ему просто стал не нужен. Это стало как будто бы лишним и сбыточным уходом. Но здесь вот к этой серии на самом деле присмотритесь. Дальше масло, блеск для губ, экламинут, четвертый оттенок кэнди, кларанс. На самом деле мы с маслом с этим достаточно давно знакомы, и вы, и я, я думаю, просто кларанс выпустили несколько новых ароматов, цветов, оттенков. И здесь новый аромат, новый цвет самого средства, новый оттенок на губах. Вообще, на самом деле, это масло для губ изначально. Но если вы смотрели меня какое-то время назад, вы знаете, что первое такое масло, которое я попробовала, было в первом оттенке, то есть в таком золотистом, медовом, и на губах это практически прозрачный гель. И я его использую для кутикулы, для ногтей. Нет ничего более крутого, мега восстанавливающего, вот буквально за пару минут, чем вот это вот средство для ногтей и для кутикулы. Даже если вы ухаживаете за ногтями, за своей кутикулой, бывают такие моменты, когда вдруг посреди дня вы понимаете, что слишком подсохла кожа кутикулы. Понятно, что это бывает не очень-то часто, но для таких моментов, вот у меня в сумочке вот такая штука лежит, но правда не в розовом, а в желтом оттенке. Там и не такой интенсивный аромат, и оттенок другой. Здесь все-таки оттеночек будет. И на самом деле, эта штука мне очень понравилась. Во-первых, своим ароматом, конечно же, это конфетка. Не знаю, будет ли вам видно, но, наверное, это просто блеск. И он будет давать легкий-легкий розоватый оттенок. Вот, при таком освещении видно, что это будет розоватый оттенок. На губах заметно, что есть какой-то блеск, но будет эффект полностью таких натуральных, немножко пухлых губ. Очень классное средство, мне понравилось. Я думаю, что вот этот оттенок, этот пробник я, конечно, оставлю для губ, потому что на самом деле для кутикулы и ногтей у меня и в каких-то наборах еще были вот такие миниатюры. Большую штучку я тоже уже купила, потому что действительно очень круто восстанавливает и очень быстро. Так, у меня, кстати, две картинки даже этого средства. Дальше восстанавливающая сыворотка для сияния кожи от Darfen. Такая здесь коробочка, они пока не были. Такая коробочка. Называется она Exquisage. То есть эксклюзив, пизаж, эксклюзивное лицо, что-то с этим молодцы поиграли с названием. Внутри вот такая вот штука. Классный, мне кажется, пробник. Я люблю, когда пробники выглядят нормально и когда ими удобно пользоваться. Тоже говорит о бренде позитивно. Так, пиу, открывается эта штучка. Здесь помпочка. Она так растеклась. Потому что сыворотка, на самом деле, она не плотная, она жидкая. И о ней у меня такое своеобразное мнение, потому что она клевая. Она очень классно пахнет. Она невероятно классно распределяется, быстренько впитывается. Дает сразу такое ощущение, будто какой-то уход был нанесен. Но я не понимаю, что она делает. Я использовала ее 4 раза и, как бы, ничего не поняла. Если она действительно думает, что что-то делает, каким-то образом ухаживает, наверное, как-то добавляет каких-то полезных веществ, что у нас здесь. Здесь какой-то комплекс. Цельюви экстракт планктона артемия. Красивое, замечательное название. Наверняка очень круто работает. Но, по всей видимости, эту сыворотку нужно использовать в течение месяца, чтобы увидеть хоть какой-то результат. Пока вот я не могу оценить эту сыворотку по действию, но по всем своим свойствам. Как она выглядит, как она пахнет, как она впитывается. Это действительно классная штука. Но ощущение, что она что-то делает для лица и действительно как-то изменяет в какую-то сторону состояние кожи, у меня его не возникло. Дальше у нас питательный стайлинг-крем Smooth Infusion от Aveda. Это в очередной раз Aveda. Не очень я ее люблю. И у меня ощущение, что даже уже в этой коробке этот стайлинг-крем был. Либо тут был какой-то шампунг. Они все вот эти пробники Aveda вот в таких вот штуках. Стайлинг-крем я уже пробовала. Ничего особенно плохого, ничего особенно хорошего сказать я им не могу. Ну, нормальный. Единственное, что с запахами мне не очень нравятся такие запахи от Aveda, поэтому сложная история. Кто помнит мои предыдущие отзывы на Aveda и видит, как я мнусь, говоря о нем, вы все поняли. Мы идем дальше. И это успокаивающая, увлажняющая маска с календулой алоэ от Kiehl's. То, что я действительно хотела попробовать, как только она вышла. И, наверное, я от нее чего-то ожидала. Она вот такая. Вот, на самом деле, пробник очень крутой. Мне понравился. Здесь у нас 14 мл. Достаточно приятный, приличный. Прозрачный гель. Здесь показывать, на самом деле, особо нечего. Аромат у него легкий, травяной, цветочный, приятный. И маска меня немножко разочаровала. Я от нее ожидала большего увлажнения. Она вот первое применение, когда у меня кожа была достаточно сухая и не требовала дополнительного увлажнения. Эта маска очень быстро на мне засыхала и уже начинала стягивать. Это было неприятно. Потом я другими средствами кожу, в общем-то, ну, привела в порядок. И у меня кожа стала более плотная, менее чувствительная. И меньшая потеря влаги на коже ощущалась. И вот тогда вот эта маска для меня стала very, very nice. Я не понимаю, мне кажется, что она не увлажняет. Что-то она делает. Я думаю, что какое-то питание, вот то же самое, как вот эта вот сыворотка, эта маска дает. Вот какие-то приятные экстракты, еще что-то, и приятно так наносить. Она гелем ложится, а потом немножко подсыхает. И вот в последние разы, когда я уже ее пробовала, я достаточно комфортно с ней ходила по 30 минут. Я люблю с масками долго ходить. Если маска выдерживать, чтобы можно было ее носить долго, я это делаю. Мне так удобно, и я часто делаю одну маску за другой. И когда их 5, и каждые 15 минут нужно смывать что-то, мне такое не подходит. Поэтому, в принципе, в конце я ее как-то так полюбила. Мы с ней сдружились. Но я не вижу драматического какого-то эффекта именно от этой маски. Если нужно как-то подержать кожу и дать ей какое-то вот, ну, хоть что-то дополнительное, наверное, это круто. Но именно такого увлажнения, спасения кожи я не заметила. Очень хорошо, когда кожа, в принципе, в нормальном состоянии, ну, можно было бы ее еще чем-то подержать. Вот такая маска. Но спасение для и сушеной кожи, и кожи, которая в течение дня, например, может стягиваться, скорее всего, с этой маской не будет. Нужно будет еще что-то добавлять. На самом деле, мне кажется, что... Да, последняя штука. Нет, предпоследняя. Это аромат. Аромат от Мансера. У меня аромат Сицилия, и мог быть еще Холидейс. Мне достался цитрусово-гурманский аромат. Сицилийский грейпфрут и мандарины, бергамот, персик, яблоко и ананас. И все смешивается. В целом, аромат оставил позитивное впечатление, но носить его на себе в течение какого-то длительного времени и как-то так растворяться в нем, у меня желания не возникло. И пока мне хочется каких-то немножко других ароматов. И последняя штука здесь для демакияжа. Удаление косметики с области вокруг глаз. Что на самом деле всегда достаточно щепетильная тема, потому что лично у меня некоторые средства даже для удаления макияжа вокруг глаз вызывают пощипывание, неприятные ощущения. Женя, у меня достаточно чувствительная кожа. Именно вот с такими средствами. Поэтому я очень давно уже и долго использую средства с маслами, ультрабленд. Но вот эта штучка меня порадовала. Это очень такой легкий, прозрачный гель. Как видите, он очень так легко перетекает. Естественно, что в коже он не впитывается. Как только мы его наносим, он растворяет макияж. Делает это достаточно хорошо. Потом мы это просто смываем. Я это удаляю таким мокрым, влажным, ватным диском. Очень хорошая вещь. Могу только похвалить. Если вам нужно средство, которое достаточно быстро растворяет макияж, делает это достаточно хорошо, то советую. Но если вы хотите, чтобы еще был какой-то уход за ресничками в области вокруг глаз, то мне больше нравятся эти средства с маслами. Но это очень-очень классная и достойная штуковина. И это все, что было в коробке. Мне коробка понравилась кое-что. Даже думаю, что все-таки я подкуклю в большом размере. Естественно, пишите, как вам состав этой коробочки, что вам досталось. Кстати, вместо вот этого средства могло быть другое. Если вы его пробовали, то обязательно расскажите, как вам тот бальзамчик. И я благодарю вас за то, что были со мной. Сдавайте на здоровой, красивой нашей коробочной волне. Мы с вами за это видимся. Всем пока! 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 Субтитры подогнал «Симон»!